здравствуйте привет ребята дорогие хиканые телезрителя так сказать в общем вы уже наверное многие знают что у меня сейчас большие проблемы и типа это не то что большие проблемы это просто это просто блять полный беспросветный блять пиздец я ну я блять хуй знает как это можно описать вообще цензурными выражениями то что цензурных выражений блять не подберешь к этому поводу блять я не знаю у меня такой хуйни не было никогда блять за мои 19 лет жизни вообще это просто все блять и сразу блять просто то есть хотя бы начнем с того что от меня блять просто отказалась мать то есть я не думаю что вообще когда-либо такое может случиться и в самый блять хуёвый момент типа она просто сказала что я не буду тебе ничем помогать иди блять куда хочешь и иди блять куда хочешь делай что хочешь типа все все просто все блять это просто пиздец я не знаю у меня дохуя всего блять произошло хуёвого именно блять в этот момент моя мать тупо от меня отвернулась просто сказала пошла ты нахуй вот просто пошла ты нахуй все своей блять родной дочери у нее блять есть семья у нее есть все она просто послала меня блять в общем была еще такая тема типа я бы очень хотела об этом обо всем рассказать и была еще тема когда лиза обиделась на хикана о том что он меня там снимал я рассказывала там откровенный разговор про хуи про в общем вот такие вещи и как бы я не знаю то есть я не вижу в этом ничего такого я готова об этом всем рассказать то есть мне уже просто все равно я реально готова об этом обо всем рассказать вообще обо всем что происходит блять моей жизни блять на работе с моей матерью блять просто со здоровьем блять совсем то есть в общем я типа думала что я не буду о таких вещах аварит но блять типа дошло уже до того что я готова просто обо всем рассказать поэтому ребята пожалуйста приходите на стрим и послушайте блять меня и в общем в общем в общем вот потому что блять я не знаю вообще где кому я это могу рассказать только вам вот поэтому пожалуйста ребят приходите на стримы, послушайте об этом. Часик в радость и ферсладость, дорогие друзья. И у меня сегодня для вас две новости. Одна хорошая, одна плохая. Плохая то, что умер борода. И мне по-настоящему очень неприятно от этой смерти. Мне действительно его жаль, блядь, как родного. Я не знаю почему, но мне так хуёво на душе. Кто не в курсе, кто это, зайдите в описании, посмотрите. Вот. Покойся с миром, борода. Да. Хорошая новость. У меня до этого было такое хуительное настроение. Почему? А потому что, вот как я вам обещал, вот оно, наконец-то, я прошу прощения за срач, но я думаю, вы к этому привыкли. Пока работает холодильник. Холодильник, блядь. Пока работает... Как он называется? Холодильник, да. Работает бойлер, холодильник. Сейчас, на самом деле, напряжение хорошее. Вот я включил бойлер, включил холодильник, работает чайник, работает. Вот это входное напряжение. То есть, сколько тут сейчас поступает. Это без стабилизации. Вот, переключаю на двоечку. Вот, собственно, правильное напряжение. То есть, 215. То есть, всё отлично. Сейчас я выключу. Всё, выключил чайник. Всё. И слышите, слышите звук? Включился кулер. Потому что у нас жарко. А вот входное напряжение, видите, 202. Но сегодня вечером, на самом деле, хорошее напряжение. То есть, смотрите, дорогие друзья, вот как и обещал стабилизатор. Давайте я вам ближе покажу. Вот мой отчёт. Гарантия 10 лет. Укртехнологии. Норма эксклюзив. 9000. Короче, рекомендую. Вот видите, самое печальное. Он раньше производился в Донецке. А сейчас, ну, по понятным причинам, переехал в Черкассы. И у нас можно было задёшевые детали купить. В общем, рекомендую. Кто будет покупать, я имею в виду, если кто-то из Украины смотрит, Укртехнологии Норма 9. Или у них там больше есть. Сколько там киловатт. И всё такое. Дорогие друзья, я вас благодарю. От всей души. И на самом деле, это вы делаете. Вы конквистадоры. Вы цивилизаторы. Вот. И мама дорогая. Видишь, как получается. Умер сам, а хуй качается. Канализация. Нормальный свет. Такого света у меня не было никогда. Такого напряжения не было. Вот. На самом деле, сейчас просто не самый подходящий момент для съёмки. Потому что у нас напряжение, блядь, падает ниже 160, блядь. Ниже 150. Нихо не работает. Мы ходим в потёмках. Это сейчас напряжение входное. Вот, чтобы не соврать. Сейчас. 200, блядь, 5. Это на самом деле нормальное напряжение. Это просто, просто сногсшибательное напряжение. Сегодня просто вот день такой. Обычно ниже 160. Вот, пожалуйста, стабилизатор работает, всё вытягивает. Вот, дорогие друзья. Приходите завтра на стрим. Ну, то есть, я не знаю, когда вы уже смотрите. В общем, в субботу. Приходите на стрим. Это какого-то? 1 июня будет. Я почему такой угрюмый? Потому что, действительно, настроение таки ухудшается, когда я услышал о смерти бороды. Пиздец. Я серьёзно говорю. Как родной. Наверное, такое же плохое настроение было, когда умер ступа. Мы не были друзьями с бородой. Я с ним один раз пообщался, только мы с ним трэш-могильную историю записали. Так-то мы больше с ним и не общались. Но всё равно дико неприятно. А я знаю, почему мне неприятно. Потому что он был очень похож на моего отца. Он был, ну, если не копия моего отца, то очень похож. Ему бы усы отрастить и был бы, наверное, копией. Вот. Так что, дорогие друзья, я вас призываю жить всем назло. И я вас ещё раз хочу поблагодарить, собственно, стабилизатор. Это вы сделали нормальное напряжение в моём доме. Берегите себя. Я вас люблю от всей души. И по возможности, пожалуйста, не умирайте. До встречи на стриме. Потому что там с рыточкой пиздецы какие-то происходят. Если что, в стабилизаторе работает кулер. Потому что у нас сейчас в доме жарко. На связи.